Неспокойной прошлой ночью было в Верхнеторецком. Там ранен военный. Под огнём оказались окраины посёлка. Как живут под звуки постоянной канонады местные жители, расскажет Анастасия Ичкалова. Улица Мира в селе Верхнеторецкое. Проходит она вблизи линии разграничения. От обстрелов местные вздрагивают здесь практически каждый день. У нас в хату зашли, там-то и сидишь ходим. В хате более безопаснее, я так думаю. Хоть что-то спасёт. Ну, возвращаются потихоньку. Все же домой едут, так? На обжитое на своё. Но всё равно же ещё продолжается стрельба. Ну, а где жить? Где? Тут у них дома подставились. Не бросим же мы своё на житое. Газа здесь нет. На весь посёлок один магазин. А в этой крохотной комнате и аптека, и медпункт. До ближайшей больницы больше 10 километров. Поэтому Юлия одна за всех врачей. И для военных, и для местных. У нас был случай, когда заболел маленький ребёнок, и они вызывали ночью скорую, и скорая просто отказалась сюда ехать. А у ребёнка температура 39, и ребёнок горит. Были разные случаи. Были ранения местных. Мы оказывали помощь, отвозили в больницу. Были просто приходят, как бы там жалуются, кашель, насморк, давление. Верхнедорецкая раньше находилась в так называемой серой зоне. Теперь посёлок снова вернулся под контроль украинской власти. Сейчас эту территорию закрепила за собой 72-я бригада. Вы видите, вот на Бурке село. Там никто не живёт. Там разбитое здание. Но, тем не менее, там уже выставлены блокпосты. Туда просто так не зайдёшь. Один из контрольных пунктов в Верхнедорецком возле железной дороги. Каждый день по ней курсируют грузовые поезда. У бойцов нет полномочий проверять вагоны. Но что везут сюда с неподконтрольной территорией, знают. Окраины посёлка часто оказываются под огнём. Сейчас, когда похолодало, бойцы утепляются. Не забывают при этом о четвероногих помощниках. Сооружают для них зимнее жильё.